Добрый день! Давайте проверим, как меня видно, слышно. Я заранее извиняюсь за свой сегодняшний голос. Я болею, но это не мешает нам сегодня встретиться. Поэтому, может быть, будет тихо, но я буду стараться. Ваша поддержка мне очень нужна. Благодарю, всё увидела. Итак, друзья, сегодня, может быть, не очень удачное совпадение темы и моего голоса, потому что всё-таки для презентации голос имеет важное значение. Но это нюансы, как говорится. Сегодня нам нужно поговорить по существу, как сделать так, чтобы любое наше выступление, наш научный доклад были яркими и помогали нам в движении к цели, к яркой защите диссертации. Я предлагаю сегодня рассмотреть нам следующие вопросы. Во-первых, посмотрим, что же за элементы успешного доклада, которые нам позволяют выступать ярко и которые нужно учитывать. Их нужно знать заранее. Что называется, они помогут нам выстроить наши выступления максимально эффектно. Следующие особенности научной презентации. Вот Татьяна в начале встречи как раз говорила о предстоящем курсе по презентациям. Сразу хочу сказать, что научная презентация – это не совсем обычная презентация. Мы сегодня как раз об этом будем говорить. о том, что нужно учитывать вот те особенности, которые стоят перед научной презентацией, когда мы на нее опираемся во время нашего доклада. Ну и третий очень важный момент. Мы с вами на протяжении своей научной жизни выступаем на разных мероприятиях. И понятно, что у разных выступлений разные задачи. И каждое выступление мы должны понять, как сделать так, чтобы все-таки я веду цикл вебинаров, посвящен подготовке аспирантов, докторантов к защитам. И поэтому я делаю акцент на то, что любое наше выступление должно нас вести к защите. Для того, чтобы она не просто состоялась, чтобы она и вам понравилась, и она удовлетворила тех, кто будет принимать решения. Поэтому вот какие здесь важные нюансы в разных выступлениях, выступлениях разного типа нужно учесть, вот про это тоже сегодня поговорим. Итак, давайте начнем. Я хотела бы, чтобы вы мне здесь немножечко помогли вначале. Давайте вспомним вообще, какие у нас с вами презентации по жизни встречаются. Вот с какими презентациями вы встречались. Может быть, вы их в том числе делали, выступали с ними и так далее. Какие разновидности. Курсовые работы еще, друзья, включайтесь. Презентация проекта, шикарно еще. Научный доклад еще. Учебная презентация. Конкурсные работы, здорово. Защита дипломов. Диплом, доклад и так далее. Конференция, да. Реферат. Выступление на педсовете. Отлично. Сопровождающие. Отлично. Вот смотрите, мы с вами сейчас, вы набросали в чат презентации, которые мы называем одним словом презентация, но они имеют разные задачи и, соответственно, они несколько по-разному должны быть сделаны. Давайте начнем. Мы все, естественно, рассматривать не будем. Для того, чтобы понять, чем научная презентация принципиально отличается от всех остальных презентаций, нам надо некое сравнение сделать. Итак, наиболее нам понятно, большая часть присутствующих на вебинаре, наверное, работает все-таки в сфере образования, преподавателей, да, поэтому нам больше знакома учебная презентация. Задача учебной презентации – дать новую информацию, да, причем понятна и воспринимаемым образом, она должна быть легкой для восприятия, потому что студент, например, да, или слушатель, неважно, может быть, это взрослые слушатели вашего курса, они должны эту информацию понять, принять, что называется, да, еще было бы здорово запомнить. Для этого, если такая задача стоит перед презентацией, то мы должны для себя отметить, что у нее возникают в связи с этим определенные особенности. Во-первых, учебная презентация строится очень логически, от простого к более сложному, да, она строится понятным языком, может быть, несколько раз что-то повторяется. То есть возможны такие повторения, возможны какие-то возвраты, да, тем более, если она, чем моложе ваша обучающаяся, тем больше, возможно, этих возвратов нужно для закрепления материала. Конечно, хорошо, если эта презентация имеет привлекательный вид, если на нее просто приятно смотреть, если на ней есть какие-то картиночки, какой-то прям такой развлекающий компонент, да. Ну, естественно, если мы говорим о учебных презентациях в современном нашем уже восприятии, конечно, мы не хотим учебную презентацию просто смотреть. Неплохо было бы, если бы она была интерактивной, вовлекающей, то есть она включала в какой-то процесс. Вот если эти все компоненты в учебной презентации присутствуют, я не говорю, что это исчерпывающий их перечень, но это основные, которые позволят учебной презентации выполнить вот эту задачу. Да, если они присутствуют, то, соответственно, такая учебная презентация будет воспринята, ну, более благоприятно, да, и, соответственно, она будет достигать вот этой цели. Другая презентация, которую вы тоже назвали, и, может быть, мы с вами такую презентацию тоже используем в своей жизни, когда мы презентуем какой-то проект, и нам нужно получить под него деньги. Или когда это прям настоящая бизнес-презентация, когда вы продаете какой-то товар или услугу, то здесь понятно, что презентация и вообще информация, которая размещена в презентации, она является как бы инструментом. Да, абсолютно, то есть, когда мы хотим получить какое-то инвестирование под свой проект, мы должны показать свой проект или свой товар, свою услугу с наилучшей стороны. И нам не надо, чтобы эту информацию запомнили, нам не надо, чтобы она была там сверхпонятная или какая-то развлекательная. У нас стоит совершенно другая задача, поэтому и презентация выполняется, исходя или с учетом следующих особенностей. Во-первых, здесь очень важна структура подачи информации. То есть, нужно ее таким образом подать для того, чтобы вот эти фишки, выгоды, наши преимущества, наши особенности, да, они были яркие, а все остальное имело такой информационный характер, да, вспомогательный характер. Естественно, если мы претендуем на то, чтобы продемонстрировать наш проект как серьезный, солидный и так далее, то, конечно, эта презентация не будет развлекательной. Это будет стильная презентация, это будет презентация такая, с одной стороны, строгая, с другой стороны, вот эта красивость ее, она должна быть стильной именно, да. Не зря говорят деловой стиль, бизнес стиль и так далее. Ну и, естественно, наша задача не то, чтобы понравилась презентация, да, а наша задача состоит в том, чтобы понравился проект или продукт, который мы презентуем. И, собственно говоря, о нас, как об авторе этого продукта или о той компании, которую там ВУЗ, например, или какая-то фирма, которую мы представляем, создалось благоприятное такое впечатление и некая репутация того, что этим людям можно дать деньги, потому что они серьезные и так далее и тому подобное. То есть, посмотрите, если мы сравниваем учебную презентацию и бизнес-презентацию, мы видим, что это абсолютно разные презентации и по сути, по своему значению, следовательно, по оформлению они будут разные. Здесь нам не надо никого вовлекать, мы не будем здесь развлекательный компонент какой-то учитывать. То же самое давайте посмотрим на научную презентацию вот по такой же структуре, какая у нее задача и, соответственно, в чем, на что мы должны с вами будем обратить внимание. Научная презентация, ее основная цель и задача – это представить результаты нашего научного исследования. А что значит представить результаты нашего научного исследования? Это же не значит повествовать о нем, да? Нам нужно показать, какое наше исследование глубокое, какая у него новизна, в чем оригинальность нашего подхода, нашего авторского взгляда, что именно нового мы предлагаем научному миру и в чем может быть какая-то практическая значимость наших наработок. То есть вот это должно стать ключевым моментом, на который мы обращаем внимание, независимо от того, где мы выступаем – на конференции или на защите. Если это научный доклад, то научная презентация должна преследовать вот эту основную задачу. Что касается особенностей, которые возникают в связи с этим. Значит, структура подачи информации должна быть выстроена таким образом, что мы же подаем в своей работе сложный материал. И слушатели не всегда являются исследователями в нашей области знаний. Поэтому наша задача, с одной стороны, составить презентацию таким образом, чтобы она была воспринята и теми, кто не специалист в нашей теме, но при этом не обесценить, то есть не упростить настолько, чтобы потерялась новизна. Ни в коем случае. Нам как раз нужно некую легкость восприятия сочетать с демонстрацией ценности новизны наших научных результатов. Что здесь нам поможет в этом? Нам поможет строгое оформление. То есть, если мы говорим чисто о презентации, чем она будет проще, чем она будет строже, без всяких каких-то дополнительных отвлекающих элементов, тем эта задача будет решена более качественно. Ну и смотрите, если мы говорим о презентации, когда мы ведем научный доклад, и презентация нам в этом помогает, то мы всегда подразумеваем, что нам когда-то, когда наступит момент задать нам вопросы, возможно, нам придется эту презентацию пролистывать назад. Сейчас я об этом говорю, потому что мы потом с вами, когда перейдем немножко позже к техническим вопросам, это станет ясно, что нам вот это тоже важно помнить. То есть, если мы говорим об учебной презентации, чаще всего либо это презентация, которую мы демонстрируем во время очного занятия, либо это презентация, которую вы дали, и люди на платформе ее осваивают, там вопросов вот прямо в момент показа презентации может не возникнуть. Если это бизнес-презентация, то вопросы будут возникать к вам, как к автору проекта, может быть, еще что-то, скорее всего, не по презентации. А вот когда мы особенно, когда вы будете выступать на защите, вас могут попросить в вопросах возвращаться к тому или иному слайду, мы к этому тоже должны быть готовы. И для этого презентация должна быть удобна, помогать нам в этом тоже. Теперь давайте посмотрим. Презентация понятна, вот она такие задачи для нас решает. А вот как бы сделать нам так, чтобы наш доклад, который сопровождает эту презентацию, был ярким? Давайте тоже, друзья, какие у вас есть по этому поводу идеи. Вот если бы вас спросили элементы успешного доклада, какие они с вашей точки зрения? Буквально два-три слова через запятую, пожалуйста, в чат, давайте набросаем. Я расскажу потом о главных. Уверена, что вы больше набросаете идей. Актуальность, экспертный контент, еще. Содержательный, интересный, еще. Инфографика, задачный подход, еще. Четкость, актуальность, научный подход, без зачитки текста, взаимодействие с аудиторией, четкая речь, логика, проблемы, решение энергии выступающего. Отлично, вы на очень правильные аспекты обращаете внимание. Краткие предложения, краткость, логичность, яркость, практическая. Отлично, отлично, друзья, давайте посмотрим, как нам это все реализовать. Вот то, о чем вы говорите, чтобы у нас в нашем докладе это прозвучало. По сути, у нас есть компоненты успешности, которые разбиваются как бы на две части. Первая часть, это, собственно говоря, сама презентация, о которой мы сегодня будем говорить и начали говорить. Доклад, собственно говоря, что вы будете говорить, потому что презентация за вас ничего не скажет. И, конечно, наличие некой взаимосвязи между вашим докладом и между презентацией. То есть мы не должны воспринимать презентацию самостоятельно, доклад отдельно. Хотя иногда такое бывает, что во время доклада вы на самом деле презентацию не демонстрируете. Презентация выдана вами как раздаточный материал, а вы говорите текст, вы разносите текст своего доклада, сообщаете о своих результатах, не имея вот этой вот визуальной поддержки. Такое бывает. В любом случае мы это воспринимаем как презентацию, потому что она для вас была сделана с учетом тех особенностей, которые мы сейчас обсудим. Иногда бывает другой тип раздаточного материала, когда у вас есть презентация, раздаточный материал и текст вашего выступления. Об этом чуть позже поговорим, как они в этом случае должны быть согласованы и зачем такое изобилие вспомогательных материалов для вашего выступления, когда оно бывает необходимо. И вторая совокупность элементов успешного доклада – это так называемые элементы, я не могу их назвать второстепенными, но они собственно не связаны с самой презентацией и с самим текстом. Это то, что связано с докладчиком и с тем, как он подает вообще это выступление. То есть как человек держится, насколько он готов отвечать на вопросы и насколько качественно он на них отвечает, даже если он не знает, например, ответ на какой-то вопрос или не понял, или затрудняется. И, безусловно, технические аспекты выступления. Часто бывают, мы об этом подробно сегодня говорить не будем, и поэтому дальше, я поэтому сейчас это прокомментирую. Часто бывают ситуации, когда вы приходите на выступление, а, допустим, у вас не прочитался формат вашей презентации. Или, предположим, вы думали, что вы будете самостоятельно листать слайды, а оказалось, что вы выступаете в одном месте, а презентационное все это оборудование находится в другом месте. И очень часто мы надеемся с вами на то, что есть кликеры, и нам же дадут в руки кликеры, и все будет прекрасно. Не всегда там, друзья, неоднократно происходили выступления на большие аудитории, когда огромный экран, и вы не можете управлять кликером, за вас управляет человек. Более того, в таком случае ваша презентация должна быть передана организаторам в определенном формате. То есть у вас презентация в виде PDF-файла или в виде стандартного файла из PowerPoint, она просто не откроется тем оборудованием. Поэтому вот эти технические моменты, которые, казалось бы, ну они к науке вообще не имеют никакого отношения, но они имеют отношение к тому, как будет воспринято то, что вы говорите. Поэтому вот эти технические моменты мы с вами из внимания не выпускаем и узнаем, что, какие там требования к вашей презентации, к вашему выступлению, да, в том числе регламент, например, сколько вам дадут времени, будут ли вопросы. Они входят в это же время или это будет отдельно. Например, вы будете отвечать на вопросы сразу или вы будете отвечать там, допустим, сначала все выступят ораторы в этом блоке, например, а потом будет время ответов на вопросы. Такое тоже бывает, да, когда в разных научных мероприятиях по-разному выстроены доклады выступающих. Вот эти все моменты, они значимы, они могут как усилить впечатление от вашего доклада, так и испортить его. Поэтому здесь вот это важно. Но наша задача сегодня разобраться не с этими техническими аспектами, а с содержательными аспектами презентации, то есть, собственно говоря, того, что вам поможет на экране, да, и презентации как некой подачи ваших материалов, то есть самим докладом. Давайте посмотрим сначала, то есть мы вот эти все сейчас элементы последовательно с вами рассмотрим. Итак, давайте поговорим об особенностях оформления научной презентации. Когда мы с вами начинаем оформление, сразу обращаю ваше внимание, что мы должны начать с задач. Не случайно я наш вебинар начала с ответа на вопрос, а какая презентация, какую задачу ставить, что мы хотим от этой презентации. И так как мы с вами сегодня рассматриваем только научную презентацию, все, о чем я буду говорить, касается только этого типа презентации. То есть ни учебную, ни бизнес мы, естественно, не рассматриваем. Там свои правила, свои фишки и нюансы. Поэтому первое, что может вам понадобиться, особенно если вы часто выступаете, или вы наоборот только начинаете выступать, но вы, например, решили для себя писать диссертацию, двигаться к защите, и вы понимаете, что ваш путь сейчас будет сопряжен с частыми, ну, с частыми, не с частыми, но с выступлением. И для того, чтобы, вот я экономист, я за эффективность все время, да, для того, чтобы не делать какую-то работу многократно, вы можете сделать единожды правильно, какой-то подход для себя сформировать, что вот у меня моя презентация будет вот такая. И вам, соответственно, нужно для презентации сделать шаблон. Безусловно, мы средствами PowerPoint можем воспользоваться готовыми шаблонами. Но эти шаблоны, вот не, с моей точки зрения, да, не отвечают представлению относительно того, что такое научная публикация. Они слишком яркие или они слишком много вспомогательных изображений содержат, каких-то украшательств, скажем так, да. Поэтому лучше разработать шаблон самостоятельно. Естественно, я сейчас не буду вам рассказывать, как это сделать, потому что для этого у нас есть Анастасия Пахарукова, которая ведет прекрасные вебинары. Один из них прошел, если я не ошибаюсь, в конце января. Назывался «Разработка макетов слайдов для презентации». И там, если вы ограничены во времени, то примерно, если я не ошибаюсь, где-то с 20-30 минуты Анастасия начинает рассказывать, как конкретно сделать себе шаблон для своей презентации и в том числе шаблоны конкретных слайдов. Не просто весь шаблон, да, а вот под конкретные задачи. Пожалуйста, его посмотрите. Этот вебинар есть на сайте в разделе «Записи». Вот говорила Татьяна вам, что там все записи размещены, и запись нашего вебинара там будет. Можете посмотреть. Вебинар очень полезный. Следующее. Вначале я вам говорила, что в научных презентациях, во время научных выступлений нас очень часто просят вернуться к какому-то слайду. И поэтому, если в принципе, как учебный слайд или какой-то презентационный вариант, да, некий бизнес-вариант, может и не содержать номера слайда, то когда мы говорим о выступлении научном, особенно когда это выступление на вашей защите, для вас будут очень полезны номера слайда. Эти номера, сразу забегая вперед, если у вас есть номер слайда и у вас есть раздаточный материал, номер листа в раздаточных материалах и номер слайда должны совпадать. То есть не может быть так, что вы демонстрируете третий слайд, да, а у вас в раздаточном материале это уже лист номер пять. Нет, так нельзя, потому что у слушателей просто будет рассогласование восприятия, да, они не смогут понять третий, пятый, куда им не смотреть, или я ошибаюсь, или еще что-то. Поэтому это мелкая деталь, это мелкий нюанс, но он важен, потому что вам скорее всего скажут, у вас на таком-то слайде, и вы сразу же сможете вернуться на этот слайд, зная его номер. Следующее важное требование к слайдам научной презентации и вообще к презентации, это информативность слайда. То есть очень полезно, когда у вас есть заголовок и когда у вас есть какая-то иерархия на слайде. Вот обратите внимание, у меня, конечно, сейчас слайды ненаучные, перед вами слайды учебные, потому что у нас с вами вебинар. Но тем не менее я придерживаюсь этого же подхода. То есть у меня есть заголовок на слайде, если сейчас опоздавший человек зайдет на вебинар, он сразу же поймет, о чем идет речь. То есть заголовок, это не просто какая-то красивая мысль, которую вы хотите выделить, да, это то, о чем идет речь на слайде, а то, что находится внутри слайда, это содержательный контент, да, то есть должна быть какая-то иерархия в информации, которую вы подаете на слайде. Например, если я сейчас перечисляю требования и хочу, чтобы эти требования у вас закрепились, да, у меня учебная презентация, мне важно, чтобы они в том числе у вас запомнились, я не убираю предыдущие пункты, я их оставляю, но я выделяю, да, то это информационный момент, который сейчас нам нужен. Следующее – это читаемость слайда. Вот сейчас мы с вами находимся на вебинаре, и, следовательно, у нас восприятие достаточно легкое. Вы смотрите на экран, если только кто-то не с телефона смотрит, да, то есть в принципе рядом с экраном легко все читается. Но когда мы с вами говорим о научной презентации, если мы выступаем на большую аудиторию, крупная конференция, если она очная особенно, или если вы выступаете на защите диссертации, то понятно, что вы будете физически присутствовать в пространстве, да, люди тоже будут находиться очно в аудитории. И нужно, чтобы независимо от того, где человек находится территориально к экрану, он смог прочитать ваш слайд. Поэтому мы не должны слайд перегружать текстом. Если мы говорим о научной презентации, то вот идея относительно того «одна мысль, один слайд», она хороша, она не всегда реализуема в научных презентациях, потому что это сложные презентации, но тем не менее мы стараемся придерживаться этого принципа. Следующий очень важный момент, нюанс – это выделение главного. Вот смотрите, на этом слайде я выделяю главное просто шрифтом. Я специально сделала предыдущие пункты более светлые. Они есть на экране, но они не бросаются в глаза. В научной публикации мы можем сделать так же, но не изменяя цвет на серый, а, например, выделить какое-то главное слово или главный момент просто с жирным шрифтом. Не надо злоупотреблять цветами. Ни в коем случае не злоупотребляем, что это у нас жирным, это у нас наклонным, это у нас с подчеркиванием и так далее. У вас и так сложный материал будет на слайдах, потому что это научная презентация, поэтому она не должна мешать восприятию вашего материала, вашей ценности и вашей научной значимости того исследования, которое вы презентуете. Она должна помогать этому. Поэтому выделяем главное очень спокойно. Строгий и сдержанный стиль подразумевает, что мы ограничиваемся минимальным количеством оформлений. Вот, например, опять же, если мы говорим о текущем слайде, текущей презентации, я бы убрала, безусловно, эмблему. Хотя, если вы будете защищаться, в некоторых диссертационных советах есть шаблоны презентации, и нужно озадачиться вопросом, надо ли мне делать в их шаблоне, его, значит, нужно получить, либо я могу делать в своем шаблоне презентацию. И здесь, конечно, убираем нижнюю часть слайда. У меня колон-титул на слайде оформлен, он более светлый, он имеет вспомогательную информационную роль. Если у вас, например, возникает вопрос, я хочу, чтобы вы могли мне его задать, и вдруг вы его не успели, постеснялись задать и так далее, на каждом слайде есть моя электронная почта, вы можете мне написать. И если бы я выступала на конференции, я бы спокойно могла этот колон-титул сохранить, вместо эмблемы директ-академии поставить эмблему учебного учреждения или научной организации, от которой вы выступаете, и вот сохранить примерно такую структуру, если у вас есть какие-то преимущества по цвету, допустим, в организации, не преимущества, а какие-то фирменные цвета, в вашем ВУЗе, например, или в вашей научной организации, вы бы их тоже могли в слайде поддержать. Ну и, естественно, если мы говорим про слайд в научной презентации, то там вообще никаких ошибок быть не должно. Мы должны с вами все проверить на предмет как грамотности, да, написания, так и всевозможных пунктуационных знаков. Так, я совершенно забыла про чат. Я так понимаю, что вопросов особых никаких нет. Если вы мне их задаете, друзья, пожалуйста, так, по поводу номера слайдов. Номер слайдов на этой презентации не стоит именно по той причине, что она учебная, да, я не отсылаю вас ни к какому номеру. Если бы это был слайд презентации на защите, обязательно на нем нужно было бы поставить номер для ориентира для вашего, для ориентира ваших слушателей и так далее. Вот здесь как раз этот нюанс и есть отличительная особенность разных презентаций. Теперь давайте посмотрим, а что касается вот внешнего оформления, да, то есть это требования были содержательные. Теперь что касается оформления. Когда мы говорим о научной презентации, тоже очень важны, вообще всегда, да, важен некий внешний вид, как нас, как докладчика, так и нашей презентации. И здесь мы должны с вами следовать неким правилам, которые, ну или хотя бы ориентирам, да, которые нам помогут соблюсти вот этот строгий и в том числе легкий для восприятия вид слайда. Ну, во-первых, что здесь имеется в виду? Научные презентации чаще всего делаются на светлом фоне, с темным цветом шрифта. То есть контрастность поддерживается, и она вообще должна быть приближена к максимальной, да, эта контрастность. То есть если мы иногда бывают на черном фоне белый цвет, я в этом смысле не обладаю психологическими какими-то знаниями, да, и результатами исследований, но могу сказать, что для многих восприятие белого цвета на черном фоне сложнее, чем восприятие белого фона и черного шрифта. Поэтому посмотрите, понаблюдайте, кстати, за собой, поделитесь своими какими-то вот ощущениями, да, вот вам в чате какое, напишите мне, пожалуйста, свое исследование сейчас проведем. Фон белый и черный шрифт – это первый вариант, и второй вариант, наоборот, на черном фоне белый шрифт. Проголосуйте, пожалуйста, посмотрим. В чате набросайте. Мы сейчас как раз и посмотрим. Белый фон. Еще, 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 друзья, включитесь, чтобы мы просто поняли, чтобы не то, что нам кто-то сказал, а нас сейчас много, и мы сейчас как раз некую… Угу, угу, отлично. Вот смотрите, практически только один участник проголосовал за то, что на черном фоне белое. То есть, хорошо читается. Вот, видите, только хотела сказать, что, вероятно, здесь есть какие-то нюансы восприятия. Возможно, это определенная какая-то тематика. Возможно, связано с тем, что у вас потом иллюстративный материал будет такой, который лучше виден, например, на черном фоне. Но, в принципе, человеческое восприятие больше и нам просто привычнее. Мы книги читаем на белом фоне, черные документы. И, соответственно, здесь это тоже более приятный для восприятия и привычный для восприятия формат. А нам в науке ничего не должно мешать. Ну и, естественно, если мы говорим о цветах, если мы в учебных презентациях или в бизнес-презентациях можем воспользоваться цветом для выделения, например, для создания какого-то настроения и так далее, то здесь, конечно, мы должны в лучшем случае выбрать, ну, в лучшем, не в лучшем, желательно выбрать один-два цвета, кроме черного шрифта, которые поддержат нашу презентацию, если это требуется. Никакого многообразия цветов здесь однозначно быть не должно. И эти цвета, которые вы возьмете, они не должны быть кричащими, они должны выделяться, они должны быть видны, но не должны быть слишком яркими. Прошу прощения. Итак, следующий компонент, да, это текст. Если мы говорим о тексте, то, во-первых, мы уже проговорили, что его не должно быть много, но ещё здесь нюансы. Наш текст, он и так сложный, научный, поэтому мы избегаем сокращений и избегаем переноса. То есть у нас цельные слова. Если у вас сокращение, общепринятое, например, в вашей науке, оно вообще, ну, как отче наш, всем понятно и известно, тогда мы его используем. Если это какое-то сокращение из серии и т.д., мы его просто на слайде не пишем. Вот мы привели два примера и без всяких и т.д., потому что это выглядит не очень. Кроме того, если мы говорим о тексте, то наша задача, вот мы говорим, если какие-то есть смысловые вещи, которые нужно выделить, мы их выделяем. Наша задача, допустим, вы выделите там жирным шрифтом, но мы должны выделять не потому, что так красивый слайд стал вдруг, да, а потому что смысл – это вот ваше самое значимое, то, что вы хотите показать. То есть чтобы вот это точно у вас увидели. Например, ваша новизна. Или, например, какая-то там разработанная вами формула. Или вы какой-то показатель. Или вы какой-то… То есть вы можете хотя бы название своего показателя или методики или еще чего-то выделить для того, чтобы это было видно. Ну и, конечно, помимо читаемости, размер и стиль шрифта должны поддерживать общий стиль вашей презентации. То есть научные презентации в всевозможных замысловатых шрифтах, конечно, делать не нужно. Самые простые шрифты без засечек здесь подходят. Очень важный момент в научных презентациях – это иллюстрация. Все, что мы называем графики, диаграммы, таблицы и так далее, могут быть названы в презентации как иллюстрации. То есть это не текст, это что-то другое. И здесь очень важны размер. То есть если уж вы выносите на презентацию график, он, например, содержит результаты вашего научного исследования, вы хотите что-то показать, какую-то дифференциацию или тенденции вы там выделили или еще что-то. Вот то, что вы собираетесь показать, должно быть на нем видно. Кроме того, мы не толкаем на один слайд, например, несколько графиков. Если в этом весь смысл, что они рядом, например, находятся, эти графики, значит, надо их сделать максимально читаемыми. Может быть, на этом слайде убрать заголовок, например, и сделать тогда рисунки, вот эти вставки максимально возможными на вашем слайде. Конечно, мы с вами должны четко понимать, что такое график, например. График становится графиком только тогда, когда мы подписали оси, и мы понимаем, и ваш слушатель понимает, в каких осях вы построили. Если это график, ваши линии или ваши метки на графике, они должны быть видны. Может быть, это нужно сделать не точки, а какие-нибудь звездочки, чтобы они были видны, какие данные у вас. Не надо перегружать данными цифровыми. Лучше поставьте метки данных, а цифры, если они важны, произнесите вслух. Ну и, естественно, когда мы говорим вот о контрастности, здесь этот тоже метод работает, если у вас нужно выделить что-то, подумайте, может быть, график сделать на другом фоне, для того, чтобы он на фоне вашего листа презентации выделялся более четко. Ну и, безусловно, опять же, если вы выносите на слайд иллюстрацию, то не поленитесь ее сделать в PowerPoint, да, а не вставить туда просто скрин, потому что скрин, особенно чем больше экран, на котором вы будете демонстрировать, и если не очень хорошего качества проекта, у вас просто изображение поплывет, и это будет, что называется, невыигрышно. Кроме того, когда мы с вами, вот когда вы будете готовиться к защите диссертации, вы должны вспомнить, что у нас презентация имеет горизонтальную ориентацию, и поэтому те данные, которые вы будете, самые значимые свои данные выносить на эту презентацию, желательно их сразу в тексте выстраивать таким образом, чтобы вы могли их потом взять для презентации, не переделывая. Это очень часто касается, знаете, всевозможных алгоритмов. Я просто много людей и встречаю тех, кто работает над диссертациями на курс, приходит много людей и на консультации, и очень часто бывают проблемы, связанные с тем, что, например, какая-то есть модель или какой-то алгоритм чего-то, и он выстроен был вертикально, потому что диссертация – это лист А4, и мы хотим, чтобы там тоже все было красиво и видно. А когда мы начинаем перекладывать этот материал на презентацию для защиты, получается, что вся вот эта красота, которая вам была создана, она теряется, она разрушается. Поэтому не забывайте об этом тоже думать, о том, чтобы у вас вот этот момент вам потом не создал дополнительную работу. Ну и, естественно, что касается видео и различных анимаций, иногда это бывает значимо. В некоторых защитах нужно, например, показать процесс. Тогда лучше предусмотреть возможность демонстрации видео отдельно, если в вашем диссертационном совете и особенность вашей специальности предполагает, что нужно будет посмотреть видео. Тогда лучше этот ролик загрузить отдельно и показать отдельно, не вставлять его в презентацию. Ну и что касается анимации, естественно, вот такие примеры, когда вы не можете воспроизвести видео или вы не можете совладать, что называется, с анимацией, которая, во-первых, очень яркая, во-вторых, которая, всевозможно, там движется под разными углами. Ну, в общем, вот это не стоит использовать в научных презентациях, просто по факту того, что это вам больше помешает, чем поможет. Вообще, когда мы с вами готовимся к презентации, мы задаемся вопросом, для чего я хочу тот или иной материал вынести на слайд, чем он мне поможет. Он раскроет новизну, он упростит восприятие материала, он покажет особенности моего исследования. То есть какая цель? То есть так же, как у презентации есть определенная цель, точно так же у каждого слайда внутри этой презентации должна быть какая-то цель. Он должен вам помогать в чем-то конкретном, а не просто существовать как слайд ради какой-то красоты или развлечения. Вот этот момент очень важен. И вообще, если вы обратили внимание, вот то, о чем мы говорим, это вообще, как будто бы это же все было вам известно. Вот ничего нового я, по сути, не сказала. Но при этом есть какие-то нюансы, которые, когда я озвучиваете, вы мне набрасываете огней, потому что становится понятно, что да, точно, здорово, вот это нужно учесть, вот это нужно себе взять на заметку. И самое главное, не просто знать, а делать. Поэтому, если вы готовитесь защитить диссертацию и хотите больше знать нюансов каких-то, да, не только по этому поводу, но и в принципе по подготовке диссертации, я, конечно, прежде чем мы перейдем к с вами, к следующему разделу, хочу вас пригласить на курс. Курс по подготовке диссертации стартует 29 марта, и там мы будем разбираться ровно вот с такими нюансами. Что вам поможет, что вам может помешать, как сделать лучше, как подстраховаться от таких-то моментов, как от таких-то, как сделать вашу диссертацию ярче, как ее выстроить логически, структурно и так далее, как показать новизну и так далее. На самом деле курс очень большой, он состоит из 10 тем. Курс этот проходит уже, это не первый, далеко не первый запуск, уже несколько лет, курс обновлен, он соответствует современной ситуации, которая есть сейчас у нас в подготовке диссертационных работ, и он позволяет вам пройти путь, что называется, от А до Я, от самого выбора темы до защиты и даже до оформления документов после защиты полностью. Поэтому, если эта тема для вас актуальна, если вы пишете или собираетесь писать диссертацию, то я буду рада вас на этом курсе видеть. И, собственно говоря, обращаю ваше внимание, что последние темы как раз посвящены подготовке к защите диссертации, и там мы еще больше нюансов рассматриваем, вплоть до того, что с собой взять, как это должно быть оформлено, где должно у вас лежать, для того, чтобы ваша защита была максимально комфортна для вас и успешна с точки зрения результата. Ну и если продолжать нашу сегодняшнюю тему, то, конечно, презентация сама по себе – это еще не все. Конечно, нам нужен доклад. Каким должен быть доклад для того, чтобы он был качественным и он решил задачу вот этой презентации ваших результатов? Во-первых, конечно, должна быть четкость и логика построения. Точно так же, как в любом тексте, точно так же, как в диссертации, точно так же, как в статье. Очень здорово, когда есть логика и есть некая четкость. То есть у вас должна быть определенная последовательность положений, которые вы выносите на обсуждение. Если вы на конференцию выносите, например, одно положение на весны, вы его хотите опробировать, вы его хотите обсудить, ничего страшного, вы вокруг него выстраиваете свое выступление. Подводим к этому положению, актуализируем, почему это важно сделать, представляем это положение и показываем, какая у вас обоснованность, аргументация, может быть, доказательство, если это требует, вот этому положению. Таким образом, вы не просто выступили для галочки, вы позволяете обсудить эту тему, и вы показываете свою новую идею, и тогда происходит полноценная апробация, вы слышите обратную связь научного сообщества на ваши научные результаты. Ну и естественно, вот вы тоже писали, большие молодцы, когда я у вас спрашивала про успешность доклада, очень важно правильно распределять или правильно понимать, что текст для выступления и текст для чтения – это разные тексты. То есть мы не можем с вами, например, на защиту диссертации взять и какие-то куски просто из текста диссертации скопировать и вставить в свой доклад. Это будет невоспринимаемый для уха, что называется, текст. Он будет очень сложный для восприятия. Его нужно упростить. Фразы должны быть короче, и в этих ваших рассуждениях, безусловно, должны быть акценты какие-то. Поэтому, чтобы поставить акцент, а не просто тараторить вот этот текст, естественно, нам нужны более простые фразы, воспринимаемые на слух. Кроме того, как мы готовимся к тексту научного доклада, с текстом вообще, как мы работаем. Тоже вы написали это абсолютно правильно. Значит, не нужно читать с листа, не отрываясь. Это воспринимается очень странно. Но при этом, если вы были на защите диссертации, вы наверняка обратили внимание на то, что люди всё-таки читают. Но они читают как? Они читают текст, который вычитан. То есть человек может его читая, контактировать глазами, он может отрываться от этого текста. Не надо никогда учить текст наизусть, потому что если вы забудете какую-то фразу, у вас следующая часть текста просто рассыпется. Поэтому нужно вычитать, нужно понять чётко, понять чётко, что вы все термины выговариваете, все фамилии, ударения ставите верно. Вот я говорю банальные вещи, но это действительно так, потому что на некоторых защитах человек пришёл защищать диссертацию, он неправильно ставит ударение на фамилиях учёных, которые занимают исследование в этой же сфере. Но это странно. Следующий очень важный момент – это то, что мы готовим со стаймером. То есть вы не просто вычитываете текст доклада дома, а вы должны понять, сколько времени у вас уйдёт на тот или другой материал. Кроме того, очень важный момент – это готовность оборваться. Вот, допустим, я честно признаюсь, я знаю эту свою слабость, я грешу с таймингом. Например, вас я ни разу не закончили мы наше мероприятие за час, как это делают большинство спикеров. Ну, вероятно, это ещё связано с тем, что я даю очень много материала, уж сильно хочу с вами поделиться. Ну, и кроме того, с тем, что я понимаю, что мне не скажут, вот через одну минуту заканчивайте. Но если мне скажет сейчас Татьяна, что Наталья, заканчиваем через три минуты, потому что у нас следующий вебинар начинается, я закончу этот вебинар. То есть у меня есть понимание, как его закончить не из серии, а, ну всё, ладно, тогда давайте расходимся, коллеги, да, а как его закончить красиво. Ваша задача про любой свой текст доклада, вы должны точно так же понимать. С этого места я вот перейду на эту фразу и на эту фразу, и тогда эта концовка будет логичной. Ну, и кроме того, если мы говорим о нюансах, то здесь надо, чтобы у вас доклад всегда, особенно когда вы выступаете очно, да, был в двух экземплярах. Почему? Потому что вы не знаете, кто будет листать слайды, будет у вас возможность это делать самостоятельно или нет, поэтому мы, конечно, на всякий случай готовим текст для того, кто будет листать. Я понимаю, что у нас есть возможность после каждого слайда говорить, пожалуйста, следующий слайд. Но представьте, если у вас 30 слайдов, а выступление, там, я не знаю, на 10 минут, или у вас вот так же, как у меня на слайдах, решен вопрос интерактивно, да, то есть чтобы вот у меня квадратики вот эти появлялись на дополнительный каждый квадратик, это отдельный слайд. И представьте, если бы я сейчас на каждый слайд просила его перелистнуть. А так человек будет видеть, что нужно сделать, какой слайд открыть, и он без вашей просьбы это сделает в нужный момент. Ну и, конечно, когда мы говорим о презентации и докладе, мы четко должны выдерживать взаимосвязь, независимо от того, вы листаете, не вы листаете, чтобы то, что демонстрируется, соответствовало тому, что вы говорите, но вы ни в коем случае не читаете содержание слайда. Содержание слайда, оно должно помочь, да, поддержать. Если даже там, например, научная новизна вашего исследования, значит, вы ее говорите несколько иначе, вы говорите суть, вы начинаете ее разъяснять, а не просто читаете с листа. Ну, потому что читать, я думаю, слушатели, безусловно, научных конференций и заседания диссертационного совета, все, кто там присутствует, читать умеют, поэтому это делать не нужно. Ну и давайте еще очень важный момент, это, конечно, какие у нас могут быть выступления с вами, и какие задачи они должны решать, и особенности вот этих выступлений. Конечно, выступать мы можем с вами не только на конференциях и не только на защите диссертации, у нас могут быть различные мероприятия, но сегодня в рамках нашей встречи я бы хотела три выступления, очень значимых рассмотреть, потому что у них разные задачи, и чтобы вы не забыли об этих задачах, когда вы будете выступать. Во-первых, это выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, на любых научных мероприятиях, где вы выступаете с докладом. Если вы просто не пишете никакую диссертацию, если вы просто выступаете с результатами своих научных исследований, ну, соответственно, вы просто их презентуете, и можно сказать, что у вас задачи не такие амбициозные. Если же вы автор будущей диссертации, и ваша задача, выступая на конференции, продвигаться к своей цели, то у нас две важные задачи. Первая – это научиться говорить по своей теме. Я не случайно говорить поставила в кавычки. Понятно, мы все с вами умеем говорить. Понятно, мы можем заниматься своим научным исследованием годами. Но заниматься им дома, в письменном виде, даже готовя много публикаций, и произносить это – это вообще разные вещи. Многие считают, я лекции веду постоянно, вы лекции ведете по другой теме, вы не по своей теме говорите. Поэтому надо использовать ресурс конференции любого уровня для тренировки вот этого говорения, чтобы вы уверенно произносили термины, чтобы вы владели легко текстом, выстраивали фразы правильные и так далее. Вторая задача – это, конечно, натренировать свой такой опыт в ответах на вопросы. Опять же, ответы не просто ответы на вопросы. Кто-то скажет, да я 158 раз это делаю в день, когда отвечаю на вопросы студентов. Друзья вам будут задаваться другие вопросы. И другими людьми вам будут задаваться научные вопросы по вашей теме, они будут глубокие, они будут заданы совершенно стилистически, по-другому, не так, как мы привыкли. Поэтому если у вас еще нет опыта выступления на конференциях, начинайте это делать. Если это страшно, начните сначала где-то конференция какая-то внутри вашей организации или, может быть, попроситесь выступить, например, на заседании кафедры, допустим, если вы совсем начинающий, молодой ученый. Это очень хороший вариант. Иногда проводят научные семинары тоже на кафедрах или в научных организациях. Вот у нас в Российской Академии Наук постоянно проходят научные семинары. И там, пожалуйста, вы выступаете в достаточно спокойных для себя условиях, потому что вас слушают коллеги. И когда нужно, что-то там прокомментируют, дадут какую-то обратную связь. Раз у нас перед нами стоят эти две задачи, они как бы очевидные, да? Но как всегда, как во всем, у нас есть нюансы. И моя задача и на вебинарах, и на курсе в том числе, вот обращать ваше внимание на эти нюансы. Так вот, когда мы с вами вступаем на конференциях, я бы сказала, что неочевидные задачи столь же важны, как и первые две, которые мы с вами рассмотрели. Так вот, неочевидные задачи, первое, это собрать вопросы по теме. Ну, она здесь пронумерована как третья, но это первая из вспомогательных таких задач, да? Что значит собрать вопросы? Вообще обратить внимание на то, какие вопросы вам задаются, о чем вопросы эти, как они заданы, по отношению к какому аспекту темы они сформулированы, да? То есть вам надо понять, что вызывает вопросы в вашей теме. Кроме того, это вот именно технический аспект, такая тренировка технических параметров. Умею ли я работать с помощником, выдерживаю ли я регламент, насколько у меня все получилось с презентацией, насколько она читаема, на хорошем освещении, на нехорошем. То есть вот эти технические моменты, чтобы вы сами, как бы, по поводу них составили для себя представление, что важно, что не важно. Ну и, конечно, конференция, это всегда возможность расширить академические контакты. Если вам человек задал вопрос, вы можете потом к нему обратиться и уточнить, почему такой вопрос, может быть, какие-то детали, может быть, еще что-то. Если вам кто-то понравился на выступлении, да, может быть, по вашей теме выступал человек, контактируйте с людьми, да, именно для этого у нас конференции нужны, потому что академические контакты пригождаются нам для того, чтобы потом путь, который начинается после того, когда уже диссертация, автореферат, все публикации, все готовы, вторая часть пути, когда начнется, вот там нам нужны будут академические контакты. Они у нас с неба не упадут, их нужно формировать. Не всегда вам в этом поможет диссертационный совет или научный руководитель, те контакты, которые есть с вами, по отношению к вам люди уже испытывают какие-то эмоции, они с вами уже общались, это совершенно другого качества контакты. Следующее выступление, которое не очевидно, но оно для аспирантов и докторантов имеет очень важное значение, это доклад, ваш научный доклад в организации, где выполнялась диссертация. Здесь две важнейшие задачи. Первая задача на этом мероприятии, вы должны увидеть, какие у вас зоны диссертации вызывают дискуссию, какие области, которые вы исследовали, либо не поняты, когда вы их озвучиваете, либо не четко сформулированы, либо есть сомнения в их новизне, либо еще что-то, либо у вас слишком широко взято, либо что-то узко рассмотрено. То есть вот эти вот области, которые вызывают вопросы, на этом мероприятии это уже очень важно, потому что здесь ваша диссертация уже готова. Да, с этого мероприятия вы, может, сразу же еще на диссертационный совет не отправитесь. Вот мы все процедурные моменты на курсе тоже с вами рассматриваем. Но после этого мероприятия вы получаете официальный документ, один из первых ваших официальных документов, с которым вы поедете в диссертацию, или пойдете в диссертационный совет. Поэтому это не просто конференция, на которой, ну, вы хорошо выступили, хорошо, плохо выступили, ну, ничего страшного, в следующий раз выступите лучше. Это мероприятие значимое. Здесь вам нужен документ. Поэтому здесь мы, по сути, это некая такая тренировка, да, и поэтому вспомогательные, но тоже важные задачи это порепетировать ваш доклад. Вот почему сказала, что надо зоны выяснить, дискуссионные. Возможно, вы не ярко их подали. Возможно, вы не так расставили акценты, и поэтому возникли эти вопросы, а не потому, что что-то плохо или что-то не сделано. Следующий момент – это оцените свою презентацию. Прямо попросите коллег, которые присутствовали, или вашего научного руководителя, то есть присутствующих, да, попросить дать обратную связь, все ли понятно на этой презентации, чтобы они посоветовали в ней поменять. Ну и, конечно, перед этой процедурой вам будут назначены эксперты, которые почитают вашу диссертацию, и ваша задача – собрать эти замечания, которые эксперты к вам сформулировали, для того, чтобы потом с этими замечаниями можно было поработать. Ну и если мы говорим о финальном выступлении, да, о таком кульминационном докладе, докладе на защите диссертации, то здесь, конечно, самое главное, что называется «не открою вам страшные тайны», если скажу, что вы не презентуете там свою диссертацию. Текст вашей диссертации не настолько важен, как важна ее новизна и значимость. Поэтому мы говорим о том, что вы будете представлять новизну и значимость исследования. Поэтому вся ваша презентация, весь ваш доклад, вообще все, что будет происходить, должно вертеться вокруг новизны и значимости. Они должны звучать во время всего этого. Они должны быть обоснованы, доказаны, показаны, представлены. То есть все вот вокруг этого. Поэтому, когда говорят, а как мне выстроить доклад, если у вас есть выбор, да, как мне выстроить доклад по положениям новизны или по главам и параграфам диссертации? Ответ однозначный, по положениям новизны. Потому что так ваш научный доклад будет выглядеть ярче. Конечно, если у вас нет выбора, да, ну, вы будете по главам делать. Но этот вариант менее выигрышный. Ну и, конечно, вторая задача во время этого научного доклада, это ответить на все заданные вам вопросы. Даже если вы не знаете ответы на какие-то вопросы, ваша задача, что называется, выкручиваться. Здесь параллельно с тем, что вы ведете презентацию своей научной работы, вы должны показать свою экспертность. И вот здесь не надо быть ярким. На некоторых выступлениях нужно быть ярким. Здесь нужно быть убедительным. Здесь нужно показать свою экспертность в вашей теме. Поэтому ваша задача вести себя, да, как вы говорите, как вы подаете материал. Поддерживайте зрительный контакт. Я написала в кавычках, конечно, понравиться членам диссертационного совета. Здесь имеется в виду, что вы должны их включить в презентацию. Не в смысле, что вы им должны понравиться внешне, да. Они должны почувствовать, что вы с ними контактируете. И это достигается только зрительным контактом. Если вы будете читать с листочка, бу-бу-бу-бу-бу, да, это будет не так убедительно, и ваша новизна прозвучит менее ярко. Ну и, конечно, не расслабляемся. Процедура защиты длинная. Поэтому здесь вам нужно будет обязательно, что называется, держаться до конца. В том числе и с точки зрения какой-то психологической готовности, да, раньше времени не расслабляться. Ну и буквально в заключении два слова о манерах выступающего. Наверняка вы это... Благодарите, кланяйте. Да, точно. Значит, что касается манер выступающего, да, даже если вы читаете, мы говорим, что это должно быть как презентация, то есть вы контактируете, отрываетесь, контактируете глазами со слушателями, проработайте интонацию, чёткость речи, чтобы речь была, ну, достаточно, да, такая чёткая, понятная, акцентная и так далее. Даже если у вас ситуация такая, как у меня. У меня, например, сейчас температура, да, например, там у меня голос, вчера у меня голоса ещё не было, и я вообще не знала, состоится ли наш сегодняшний вебинар. Но при этом так бывает и перед защитой, в том числе, или перед каким-то выступлением. То есть ваша задача состоит в том, чтобы никто не понял этого, да, чтобы вы всё-таки смогли говорить и держаться, потому что, ну, это такое важное выступление, мы сейчас говорим о защите диссертации. Про готовность завершать и тайминг уже говорили, по поводу мимики, как и жестикуляции. Когда мы с вами ведём учебный какой-то контент, образовательный контент даём, да, возможно, жестикуляция помогает. Когда мы с вами ведём научную презентацию, да, научный доклад, то здесь нужно минимизировать эти вещи. Про готовность отвечать я заостряла ваше внимание на этом, но хочу сказать, что, что значит не молчать. Значит, если вы вдруг не знаете ответ на этот вопрос, у вас должны быть какие-то фразы-заготовки для того, чтобы вы могли ими воспользоваться на защите, да, в этом случае. Если вы знаете ответ на вопрос, но не конкретно, значит, начинайте говорить и в процессе ответа, как бы додумывайте и выстраивайте. То есть не берите длинных пауз, не должно быть затянуто, потому что если вы долго молчите, ощущение, что вы не знаете. Культура речи, ну, это просто обязательное условие, мы ни с кем не ссоримся, ни на кого не повышаем голос, не начинаем, неважно, где вы на конференции или на защите, тем более, да, мы уважаем наших слушателей и соблюдаем некое спокойствие и в том числе определенную там иерархию, если хотите, да, и в том числе банальный деловой этикет. Ну, и если мы говорим о спокойствии, процедура защиты достаточно долгая, и ваше выступление в зависимости от того, какую вы диссертацию будете защищать, оно тоже достаточно длительное у вас будет. Если у вас будет волнение, что называется, используйте дыхание для того, чтобы успокоиться, да, не нужно никакие таблетки пить, они вам помешают. И, конечно, такой маленький лайфхак, да, не держите никогда те материалы, с которых вы читаете или смотрите свой доклад в руках, когда волнуетесь, потому что если вы волнуетесь, если у вас бумага, то вот это вот, это вас просто выдает. Вот, поэтому руки контролируем больше всего во время научного выступления, для того, чтобы, с одной стороны, избежать лишней жестикуляции, с другой стороны, чтобы не показать свое волнение. Они выдают волнение достаточно сильно. Поэтому здесь вот нюансов много, да, и мы, конечно, их все сейчас вот, да, посмотрели с вами, вот такие основные, ну, я надеюсь, что вы теперь будете не просто их знать, но их использовать. И завершая совсем уже нашу встречу сегодняшнюю, я надеюсь, что это было полезно для вас, чтобы не зря со мной провели час своего времени. И с удовольствием приглашаю вас на следующий наш вебинар, который состоится через пару недель, 28 числа. Мы будем говорить о заимствованиях, публикациях и диссертациях, о научной этике, о том, как цитировать, да, и так далее. Поэтому, пожалуйста, приходите, регистрируйтесь на вебинар и присоединяйтесь. Ну и, конечно, буду рада вас видеть на курсе, тех, кто пишет диссертационные работы, потому что мы рассмотрим все-все-все нюансы, которые вам позволят не просто прийти к своей цели и к результату, а сделать это эффективно и ярко. Благодарю вас за то, что вы были со мной. Поздравляю, сегодня прекрасный день. Поздравляю всех с Днём влюблённых, да. Мы с вами, наверное, люди влюблённые не только в близких наших, да, но и в то дело, которое мы делаем, потому что наукой может заниматься человек только, который влюблён в это. Поэтому всего самого доброго. Благодарю за пожелания здоровья. Я постараюсь, безусловно, поправиться. Всего-всего доброго. Вам тоже здоровья. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.